Выставка охватывает почти все периоды творческой эволюции художника. Здесь есть ранние жанровые сценки, монументальные росписи и исторические полотна, которые занимают особое место в творчестве Брюлова. Сам художник считал себя именно историческим живописцем. Одна из самых известных работ художника – «Последний день Помпеи». Брюлов посетил этот погибший город в 1827 году и остался под большим впечатлением. Но от идеи для воплощения ее в жизнь прошло долгих шесть лет. В картине отображены две основные темы. Это темы гибели и разрушения, и темы любви и сопереживания. Гений романтической эпохи – Великий Карл, титулы которыми еще при жизни наградили Брюлова современники. Художник славился как великолепный портретист. На выставке есть и автопортрет художника. Оказывается, селфи были в моде уже в XIX веке. Есть и незаконченный портрет княжны Ольги Николаевны, дочери Николая I. Искусствоведы говорят, завершить картину помешали испортившиеся взаимоотношения художника и императора. В экспозиции представлена целая галерея образов. В основном это характерные для творчества Брюлова камерные портреты и так называемые портреты картины. Всякий раз, показывая портрет Тимора, он старался проникнуть в его какие-то переживания, в какое-то сокровенное, и отразить, показать для того, чтобы еще больше передать характеристику, наделял большим количеством каких-то деталей говорящих. Поэтому все портреты очень интересно рассматривать. В экспозиции представлены и 20 авторских графических работ художника. Познакомиться с картинами Брюлова самарцы смогут до 23 января. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События.